Всем привет! Меня зовут Василиса и сегодня я снимаю для вас видео о том, как сделать слоу-моушен без рук на андроиде. Несколько дней назад я устраивала опрос на своем YouTube-канале, если знаете, там теперь можно писать всякие сообщения, делать опросы. Так вот, я провела один такой опрос, где спросила, умеете вы делать слоу-моушен для андроида или не умеете? Большинство ответило, что не умеют и хотели бы увидеть у меня такое видео. Сразу скажу, если ты знаешь, как это сделать, то все равно посмотри видос. Может быть, подцепишь какие-то крутые идеи для своего аккаунта в мюзикале. Кстати, если ты тоже хочешь влиять на то, какие ролики у меня выходят, как сделали ребята, которые поучаствовали в опросе, то обязательно подпишись на мой канал. Вот здесь вот такая красненькая кнопочка. Мне будет очень приятно. И давайте не будем дольше затягивать. Начинаем. Для сегодняшнего слоу-моушена я купила вот такую вот детскую пудру. Это, знаете, та, которой попхи приступают. И вот, что у меня получилось. Посмотрите сначала результат, а потом мы полностью окунемся в процесс. Для этого лайфхака, вопреки тому, что я обычно говорю, не обязательно сначала выбирать музыку и ставить ее со второго девайса. Это не так важно в данном случае. Единственное, что нам сейчас понадобится, это наш телефон и приложение камера. Камеру можно куда-нибудь поставить или отдать оператору. Теперь эту пудру мне нужно открыть. Я пока не очень понимаю, как. И я надеюсь, что я не открою ее так, что она окажется вся на моем лице. Та-дам! Я типа сама открыла ее. На самом деле это не так. Так, высыпаем немножечко на ладошечку. Ну, мне кажется, что столько будет достаточно. Давайте еще чуть-чуть. Так, лаби камеры работают. Я надеюсь, что мне не пришлось это повторять, потому что у меня такое чувство, что я сейчас вся в этом измажусь. Как я здесь оказалась? Я же только что была в другом месте. Ладно. Давайте переходить к монтажу. Монтировать мы будем, как всегда, в любимом моем Кайнмастере. Кстати, одна подписчица недавно прислала мне в Директ ссылку на Кайнмастер, который якобы должен быть без водяного знака. К сожалению, почему-то на этот телефон я не смогла установить то приложение, которое она скинула. У меня оно выдает ошибку. Но если еще кто-нибудь из вас знает, как убрать этот водяной знак с Кайнмастера, то обязательно делитесь со мной этим способом в комментариях, и я упомяну вас в своем видео. Ну, а мы пока возвращаемся к нашему Кайнмастеру, который с водяным знаком, к сожалению. Хотя, в принципе, ничего ужасного я в нем не вижу. Ну, то есть, он не такой страшный. Только немножечко. Заходим. Я нажимаю на красненькую кнопочку. Пустой проект. И мы добавляем видео, соответственно, которое только что сняли. Мультимедиа. И здесь вот ищем его. Вот. Прекрасно. Теперь, не отходя от кассы, я предлагаю вам найти ваше начало и конец. У меня это где? Я нашла начало. Нажимаю на ножнички. Обрезать слева от воспроизведения. И теперь точно так же мы находим конец. А, конец мне даже обрезать не нужно. Ну, и прекрасно. Теперь следующий наш шаг. Это найти то место, где будет начинаться наш первый слоу-моушен. Например, когда я начинаю дуть, естественно. Вот в этом месте я хочу начать свой слоу-моушен. Нажимаю на ножнички и разрезать в точке воспроизведения. Теперь мы ищем то место, где этот первый слоу-моушен будет заканчиваться. Например, вот тут. Поворачиваться я буду быстро. Опять нажимаем на ножнички и разрезать в точке воспроизведения. Теперь мы нажимаем на тот кусочек, который у нас посередине. И здесь есть функция управления скоростью. Нажимаем на нее. Тянем бегунок вниз примерно до 0,5. Вот так я оставлю. Делать меньше я не советую, потому что тогда ваше видео будет сильно лагать и вообще смотреться не очень. Вот, собственно, и весь принцип того, как мы будем это делать. Я, пожалуй, хочу добавить еще один слоу-моушен. Например, вот здесь, когда я начинаю хлопать. Второй раз. Ножнички разрезать в точке воспроизведения. И пусть вот здесь, например, наш слоу-моушен заканчивается. Опять разрезаем видео. Выбираем тот кусочек, где у нас будет слоу-моушен. Управление скоростью. И опять-таки тянем до 0,5. Вот так. Теперь тот момент, который я оставила в нормальной скорости, где в середине я поворачиваюсь, можно немножко ускорить. Ну, просто для динамики, для того, чтобы выглядело лучше. Я нажимаю на этот кусочек. Опять-таки управление скоростью. И теперь мы тянем бегунок вверх. Ну, например, на 1,30. Давайте попробуем. Вот, собственно, и все. Как видите, это предельно просто. Это, наверное, один из самых простых моих лайфхаков. Просто элементарный. Но он очень классный. И очень его просили. Так что давайте посмотрим, что получилось. По-моему, получилось очень прикольно. Хотя после того, как закончился этот клип, я чекнула раз 10, наверное. Потому что эта просыпка пахнет, блин, конечно, не очень. Наш заключительный шаг тут, это убрать со всех вот этих маленьких кусочков звук. На самом деле, это нужно было сделать, наверное, еще в самом начале, чтобы не убирать каждого кусочка, убрать с целого клипа. Но я немножечко забыла это, поэтому теперь немножко геморрой. Делаем мы это вот так. Так, если вы помните. Та-дам! Видео готово. Его можно выгружать. Для этого в правом верхнем углу мы должны нажать на вот этот квадратик со стрелочкой. Нажимаем на него, выбираем наш проект, который мы только что сделали. На вот этот треугольничек. Сохранить в галерее. Спасибо, нет, сохранить с водяным знаком. Максимально возможное качество. Все. Ну что ж, на этом все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было вам полезно. И вы снимете такой же клип в свой аккаунт в Мьюзикали. А мне не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, потому что мне приятно подписываться на канал, потому что я вас так сильно люблю, и вы любите меня, я надеюсь, и подпишитесь. А мы увидимся с вами в следующих крутых видосах.